приветики добро пожаловать в новый влог на самом деле это логическое продолжение предыдущего я там обещала вам рецепт имбирного печенья этим мы с вами сегодня и займемся но как вы уже могли понять мы все пекли в один вечер я попробовала новый рецепт не очень понравилось приличное количество теста она очень вкусная и пряников достаточно на несколько дней то и недель зависимости от того на какое количество людей вы готовите и пряники хранятся долго поэтому вы можете даже заранее что-то испечь и например там украсить и потом подарить бабушкам дедушкам или даже если вы хотите просто сами этим заняться то можно в качестве декора это использовать или как так подарочку приложить я вот такую не прочь получить я больше ценю что-то самодельное чем просто купленная обновила стрижку ничего сверх естественного все то же самое но парикмахер подговорила меня на счастье для волос показывала вам инстаграме как это выглядело сразу после салона красоты но после нескольких помывок я как-то не вижу прям кардинальных изменений хотя у меня было неплохое исходное состояние волос наблюдаю легкость больше объема но я срезала где-то вот столько длины поэтому ну как бы мне кажется и без счастья для волос было бы полегче волосы стали мягче но я думала что они будут такими супер гладкими и послушными а тут без укладки не обойтись но хотя бы без сушки феном мне сегодня не было времени как-то особо извращаться с дайсоном он наконец-то приехал но я высушила и не пользовалась утюжком может это то чего стоило ожидать от счастья для волос а я тут жду чудо небесного кто делал такую процедуру а то я абсолютный мамонт я редко что-то пробую и редко что-то новое делаю поэтому я не советчик я наоборот прошу у вас совета стоит повторять эту процедуру или нет потому что ее нужно там делать целым курсом как минимум три раза я вот думаю она давно мне поэтому напишите как вам и вообще надо не надо но главное что это не поражает волосы так как ботокс и ламинирование наоборот это на укрепление на улучшение состояния не просто вида и потом волосы не отвалятся прошло все окей предыдущем блоге вы также видели на мне новые аксессуары и это кольцо вызвало просто шквал комментариев также в инстаграме оля что за колечко я ношу его не снимаю уже недели три это даниэль вэллингтон сейчас их коллекция аксессуаров расширилась и у них там такие красивые наборы у меня есть вот такие сережечки к ним еще подвеска но жду еще один набор вот прям запал он мне в душу когда не хочется ничего яркого кричащего а чтобы всегда была в тему как . над и лаконично стильно красиво надеваю вот эти сережки и кольца причем ношу сразу два и сейчас на их официальном сайте и также в стационарных магазинах проходит акция при покупке двух и более аксессуаров скидка минус 25 процентов а у меня есть мой личный промо код который дает дополнительную скидку в размере 15 процентов и мой промо код работает всегда независимо от акции и он всегда еще и суммируется с тем что актуально помимо этого у них еще и прилагаются бесплатные красивые подарочные коробки то есть вам не придется заморачиваться и можно что-то себе под елочку заказать или для своих близких и конечно же как всегда всю дополнительную информацию я оставлю для вас внизу в инфобоксе я надеюсь что никто не будет против потому что я решила сделать это от себя я сама лично заказала свою любимую модель часов и также браслет и я хотела бы разыграть такой подарочек среди моих зрителей я хотела бы чтобы вы с такой же любовью носили эти аксессуары чтобы вы сами могли убедиться в качестве я заранее подготовилась я заказала часы которые называются мэлроу с белым циферблатом в розовом золоте и браслет можно носить вместе и по отдельности и это самая залюбленная модель это самая часто надеваемая модель не знаю есть не что-то особенное и она занимает почетное место в моей мини коллекции часов я хотела бы чтобы кто-то из вас порадовался перед новым годом поэтому обязательно участвуйте условия как всегда супер-супер простые и вы знаете где их искать желаю всем удачи и конечно же участвуют все страны дети уже настроились на имбирное печенье а маман вчера отключилась я ничего не сделала я просто уснула и проснулась только утром так тоже бывает но не хочу разочаровывать детей поэтому самого утра займусь тестом для имбирного печенья да по-польски это пернички и всегда когда хочу быстро сказать как же это по-русски вылетает из головы и первое что приходит на ум это пряники но мы будем готовить самое настоящее имбирное печенье набор продукта у нас самый обычный ничего сверхъестественного но есть несколько моментов которые я хотела бы уточнить во первых достаем масло заранее из холодильника для того чтобы нам было проще вымешивать тесто мука и берем не сахар а лучше сахарную пудру или измельчайте сахар именно так буду делать я дальше разрыхлитель или даже можно заменить на обычную соду все нужные пропорции как всегда оставлю вам в инфобоксе и вам так проще будет сохранить этот рецепт какао у меня вот такое я часто готовлю детям к завтраку например или вечером они любят пить какао и я не беру готовые эти знаете с сахаром такие смеси а просто классическое какао у меня если нет у вас приправы для имбирных пряников то вполне сойдет классическая корица одно яйцо и можно взять или жидкий мед или кленовый сироп когда разогреваешь мед в духовке то он и так теряет все свои полезные свойства и я как-то в последнее время переключилась на кленовый сироп что мы делаем мы смешиваем все в таких пропорциях как указано и и собственно говоря будет тесто а я использую сегодня свой термо микс у меня последняя модель всегда когда готовлю у него кто-то спрашивает что это такое я покупала его в начале этого года получается и ни разу не пожалела но было бы хорошо если бы он стоил хотя бы в два раза дешевле потому что цену конечно они загнули ого-го я снова чувствую себя обманутый у нас и масло и какой-то микс вот где содержание самого масла меньше здесь какие-то растительные жиры наверное короче они продаются в одинаковых упаковках я уже второй раз подряд хватаю не масло вот нечто такое у меня в холодильнике должно быть еще одно но это подстава сушите это не честно вот нам нужно обычное масло засыпаю сахар измельчаю также то что делаю я я смешиваю масло и сахарную пудру в блендере можете использовать или вот такой блендер как у меня с ножами или же миксер выливаем мед или кленовый сироп вбиваем одно яйцо ой как то так не как всегда получилось еще раз взбиваем или перемешиваем в блендере две минуты очень удобно было бы готовить в миксере который знаете с такой миской сразу идет ничего не держишь ну так как у меня есть это штукенция то буду делать в ней какао 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 пол чайной ложечки соды или разрыхлителя две ложечки приправы для печенья и чуть-чуть соли я люблю в тесто добавляется граммульку и миксу и вот у нас готово тесто для имбирных пряников теперь мы берем пищевую пленку укладываем все тесто и его нужно отправить в холодильник минимум на один час если вы торопитесь то можно и закинуть в морозилку но не держите слишком долго потому что она потом станет деревян ха 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 привет привет Захаркин моя лапа опла Захарка посмотри там целый пакет вон мама купила разные формочки старые достала глянь ты любишь делать тянечки? люблю тесто запаковано я думаю что этого будет достаточно как раз чтобы всем наесть и еще сделать на подарок и отправляем в холодильник когда тетя приехала с подарками а что надо сказать мальчики ух ты у нас настя всегда по маршмеллоу ты уже который раз приезжаешь то мы жарили а теперь какао с маршмеллоу причем я его не ем особо ну дети любят в горячее какао выкладываешь и они потом набухают дети обожают ну жареные кстати были прикольные когда ты привозила и я никогда в жизни не ела да выпечка и вообще готовка с детьми это такое дело после всех этих занятий предстоит генеральная уборка буквально но оно того стоит это такие эмоции это воспоминания на всю жизнь я также советую вам пофотографироваться возможно даже поснимать хотя бы на телефон и поверьте мне что когда через год вы будете пересматривать эти кадры улыбка и слезы не будут сходить с вашего лица а что-то случилось ни с чем закончились треники и 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 После генеральной уборки я сама впервые повесила звезды, долганула лестницу, попрятала все удлинители, один в шторе здесь, второй здесь, и вот там сверху еще видно, что нужно пообрезать кончики специальных вот этих пластиковых штук. Сейчас покажу поближе, каждый год одно и то же, в принципе, я думаю, что вы и так знаете, и дождусь, когда стемнеет, и гляну еще, не нужно ли чего-то там опустить, что-то поменять, и тогда уже так сильно затяну, и все будет скрыто, и ничего не будет видно. Как видите, в этом году я добавила еще красный цвет, эти звезды и сами провода я покупала в Икее, и, наверное, это последний год, когда мы вешаем звезды, немножечко поднадоело, и на следующий я уже придумала кое-что другое. Но как-то, не знаю, решила в этом оставить их, и для разнообразия белые и красные звездочки. Здесь, видите, большие две, одна маленькая, и со второй стороны тоже красная. Они еще вот так как бы перекручены, но они выровняются, со временем немножечко повисят, и будет красиво. Пока что мы не расставляем освещение снаружи, надеюсь, что Томак мне в этом поможет, но если нет, то я уже уверена, что я и так совсем сама спрашиваю. Еще помните, я вам говорила, что у меня нет рождественника. Моя Настя меня настолько хорошо знает, она приехала и привезла мне его. Вечно я просыпаюсь уже в последний момент, когда все распроданные остаются бедные, такие обдерты, но в этом году у меня красивый цветочек стоит. После того влога, где мы с Настей готовили, было много вопросов по поводу того, где мы познакомились, как давно мы дружим. Дружим мы лет пять, Игнашка был совсем маленьким, когда мы впервые встретились, ему было месяца четыре, наверное. Я видела, что Настя смотрит мои видео, она активно их комментировала, многих из вас я, кстати, узнаю и по никнеймам, по именам, по аватаркам. Я даже знаю приблизительно девчонок, которые со мной уже много-много лет. И потом Настя задала мне один вопрос в личке, то ли в Инстаграме, то ли на Ютьюбе, я уже точно не помню. И ответ должен был быть более детальным, у меня просто не было времени писать. Я находилась в Украине с двумя детьми, я говорю, Настя, дай мне, пожалуйста, свой номер телефона, я тебя наберу. И вот так я ей позвонила, мы с ней очень долго разговаривали. И я вернулась в Польшу и отправлялась в центр Кракова, я знала, что она там работает. Звоню, говорю, у тебя есть время? Да, давай встретимся. Я тогда была с Игнашкой, вот, и мы, опять же, несколько часов общались так, как будто мы знаем друг друга всю жизнь. Вот такая у нас история, в общем, в моей жизни есть два человека, которых я встретила благодаря интернету, это мой муж и моя подруга Настя, вот так. В прошлый раз вам интересно было посмотреть на нашу продуктовую корзину, мы только что вернулись из супермаркета, накупили много всего, завтра ожидаем гостей. Это наши родственники, но все равно я буду готовить на приличное количество людей, также кое-что купили на ближайшие дни. И за все мы заплатили без копеек 694 злотых, напишу вам на экране, сколько это в долларах. Ну, а теперь я все разложу и покажу, что же можно у нас приобрести на такую сумму. Я сразу уберу картофель, у меня здесь две упаковки по несколько килограмм, и также мы купили Микки Корм. Вообще-то мы всегда приобретали другой, заказывали онлайн, но как-то он так неожиданно закончился, сейчас выходные, поэтому, чтобы не ждать, мы взяли на пробу этот. Помимо чисто продуктов, мы также взяли еще два букетика роз, они небольшие, и, кстати, часто у нас в продуктовых магазинах можно встретить живые цветы, и в Литле зачастую можно найти свежие, и они неплохо стоят. Мы также приобрели два набора столовых приборов, потому что грядут праздники, а у нас есть только такие повседневные, и они не совсем элегантные. В общем, такой комплект чисто на праздники. Из зелени базилик в горшочке, кинза в горшочке, и салат, он тоже там посажен в земле, пачка рукколы и два пучка зеленого лука. Из категории мясо, рыба и морепродукты здесь двухкилограммовая утка с яблоками, чуть не сказала куриное, филе индейки, две упаковки уже нарезанное, две упаковки креветок вот таких замороженных, большая рыба, лосось, завтра тоже планирую ее готовить. Это рыбные палочки, Томаку захотелось, я же взяла нам на завтрак копченого лосося, тоже две упаковки. Ох уж этот Томак, я такое не люблю, не покупаю, не ем, и детям стараюсь не давать. Я сама готовлю вкусные наггетсы в таких кукурузных хлопьях, рецепт есть и на канале, и также в моем инстаграме, можете отыскать. Фрукты и овощи, часть у меня есть, но я люблю, когда есть что-то еще в запасе. Капусточка, какая же зима без капусты, правда? Два сладких картофеля, бататы, помидоры, буду запекать баклажаны завтра, собственно, два баклажана, два лимона, связка бананов, пять штук, вот такие помидоры, часто, например, завтракают мальчики, я даю им несколько, и люблю вот эти наветочки, они какие-то более ароматные. Четыре авокадо, Игнат за раз может съесть как минимум одно, и больше всего я люблю вид хаз, и эти уже сразу готовы к употреблению, они супер мягкие. Это вареная свекла, два апельсина, четыре королька и чеснок. Здесь всякое разное, несколько видов сметаны, йогурты, три упаковки творога, масла, майонез, ванильные сырки, типа как йогурты. Это иногда мы тоже покупаем, киндер вот эти бутербродики, или как они называются по-русски, я не знаю. Здесь киндер-канапка, сыр довольно приличный кусок, две упаковки моцареллы, глазурированные сырки, вроде все назвала, а еще натуральный йогурт. И томаку захотелось копченого сыра, хотя это очень-очень редко можно найти в нашем холодильнике. Забыла достать из молочки еще две бутылки молока. Для пироля взяли еще бутылку просека и газированную воду, к сожалению, побольше не было, поэтому придется еще в местном магазине докупить. Это я сейчас буду уносить все из кухни, так что покажу так. Две упаковки геля для душа, очень любим DAF. Классические, в принципе, все отдушки у них такие приятные, кремовые, и мне не сушат кожу. Поэтому, если уж покупаю что-то в масс-маркете, то чаще всего это Нивея или DAF. Здесь есть и мусорные пакеты, поменьше и побольше. Томак выбрал какие-то типа био, но я не знаю, чем они отличаются от обычных. Томак, наверное, мог бы больше о них рассказать, но его уже нет дома. Также здесь много всяких вкусняшек для Мики на ближайшее время. Мы покупаем и паштеты, у нас есть даже магазины, где можно все свежее приобрести. Так что мы стараемся как-то разнообразить ей диеты, если я что-то готовлю и остается. Ну, только не так, как свиньи еще отгружаем, а то, что ей можно давать. И я обязательно с ней делюсь, и она с удовольствием все это съедает. Я еще и тренирую собаку, поэтому у меня всегда в карманах есть что-то вкусненькое для нее, какое-то лакомство, чтобы она там пришла ко мне, чтобы она выполнила какую-то команду там оставь. Пока она маленькая, это очень важно награждать ее, чтобы потом, когда она вырастет, она была послушной, воспитанной собакой. И это приносит эффекты, потому что меня она слушается больше. Ну, то есть иногда у меня ничего нет, но она все равно делает то, о чем я ее прошу. Иногда я разрезаю вот такую штуку, это типа как более плотный паштет, что-то в этом духе. Нарезаю, беру с собой контейнер и потом с салфетками хожу, вытираю руки. Потому что очень пачкаются, они также есть вот такие, я даже не знаю, что это Томак взял, все возможные вкусы, какие-то косточки, но я так понимаю, что они не из костей. Мы покупаем свежие кости, которые ей можно давать, сказал ветеринар. Вот здесь разные виды и вот такие собачьи печеньки. Есть и большие, и маленькие. Фух, и это все. Скажите мне, пожалуйста, можно ли у вас так затариться на такую сумму денег? Мне будет очень интересно почитать. Как я вам и говорила, сегодня у нас гости, будут только родственники, самые близкие. Я уже накрыла на стол, практически все готово. Сейчас уже начну выкладывать. Это вот типичный польский салатик, называется колесуа. Показывала вам, как я готовлю этого лософя. Раскладай, прошу, не выпрогляю. И мой фирменный баклажан. У мамы подсмотрела рецепт и частенько так готовлю. Утка запеклась, картошечка. Ну и все, приятного аппетита. Томак пошел купать малых, а здесь такая тишина и такой уют. И несмотря на то, что у нас все еще нет елки, все равно такое настроение праздничное. Мы уже даже включили огоньки снаружи, вижу, что соседи начали развешивать декор. И так позитивно. У меня для вас сюрприз. Я знаю, что многие из вас очень любят Краков. Кто-то здесь был и хотел бы вернуться. Кто-то планировал посетить этот город в этом году. Кто-то хотел бы приехать сюда на новогодние праздники и канун Рождества. И сегодня я хотела бы пригласить вас на виртуальную прогулку по ночному городу. Несмотря на то, что у нас в этом году нет вот этой рождественской ярмарки, город очень красиво украшен. Я заранее организовала съемку ночного города. Это красивые сказки, хорошими камерами. Мои камеры, к сожалению, не справляются. Или я чего-то сделать не умею. Также нужна хорошая стабилизация. Если бы я знала, что Давид поедет в самый холодный вечер. Я не знаю, как у него не отмерзли руки. Но очень ценю. Знаю, что ты смотришь мои влоги. Привет тебе огромный. И спасибо за это прекрасное путешествие. Поехали. Мы с вами находимся в самом центре Кракова. Его обычно украшают красивее всего. Уже третий год подряд темой декорации стала павлиния перо, которая была на вывеске первой краковской художественной кофейни молодой Польши под названием Паун. А вывеска была создана знаменитым польским драматургом, живописцем и дизайнером в Испянске. Геометрические формы этого павлиния пера были навеяны деятельностью польского иллюстратора также военных времен. В городе располагается несколько елок и очень много ангелов. Именно они уже на протяжении 14 лет украшают город во время рождественских праздников. Красивейшие вертепы, которые вы видите в этом кусочке, напоминающие замки, были созданы знаменитыми польскими архитекторами. И они являются культурным наследием Кракова. В них представляются разные библейские сцены. Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. Спасибо большое за поддержку. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Субтитры создавал DimaTorzok